А перед началом видео рекомендую посетить канал страшных историй байки из пекла. На канале вы найдете много интересных историй, от которых стынет кровь в жилах. Забегайте на канал и поддержите автора подпиской, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка в описании под видео. ЗАСТАВА Начну с того, что у меня есть друг Борис, который служил в Северной Осетии, в отдаленной пограничной части в горах. Собственно, его историю я и расскажу от его же имени. Военная часть находилась между горами, так сказать, в ущелье. Пограничная цепь блокпостов проходила по сопкам гор. И был один блокпост, называли все его КЛБ, на отдаленном участке рядом с заброшенным поселком, некогда построенным еще в 40-м году для семей пограничников. С этого поста видна была вся долина с поселком и река. Периметр обхода, прилегающий к территории поста, проходил рядом с поселком. По периметру стояли фонари, работающие от стационарного дизель-генератора. Шел второй год службы, я уже отчитывал дни до дембеля. И бац, залет из-за чеченца в части, подрались мы с ними. Наряд в ночное дежурство получаю я и Серега. Сергея на дальний пост отправляют, меня оставили на центральном пункте. Туда стекаются все тревожные данные с погранпостов. Сижу, дежурю. Звонок. Тут же срабатывает тревожная кнопка. Шум все мигает. Смотрю, вызов идет с поста КЛБ. Поднимаю трубку и еле слышу сдавленный шепот, который невнятно что-то бормочет. Пытаюсь понять и различаю лишь одну фразу «Боже спаси». Расцениваю, как прорыв границы и поднимаю тревогу. В тот же час выдвинулся отряд на помощь, в составе которого был и я. Осторожно подходя к посту, небольшое строение, 4 на 4 метра. Мы видим, что повсюду валяются гильзы. Насторожились, но движения продолжили. Тишина. Никаких звуков. Абсолютно никаких. Заглянули в пост. Сидит там во мраке Серега рядом с тревожной кнопкой. И склоня голову, держит пистолет у головы. Забегаем, включаем свет и видим, что он посидел. И трясущаяся рука машинально нажимает на курок пустого пистолета. Раз за разом пытаясь дождаться выстрела в голову. У всех оцепенение. И лишь майор подошел к нему и спокойно с родительской заботой убрал его руку от виска. Молча забрал пистолет и спросил, еле слышно. Где остальные, сынок? Сергей поднял глаза и все увидели, что ранее зеленые, как изумруд, глаза стали серыми. Сергей не ответил ничего. На утро было расследование. Остальных троих военнослужащих караульных так и не нашли. Многие пошли под трибунал, в том числе и майор. Сергей после лазарета был отправлен на лечение домой. Дослужив последние свои пять месяцев, шумно вместе со служивцами я возвращался домой на поезде. И в ходе распития горячительных напитков решили заскочить проведать Серегу. Адрес знали все, ведь как-никак друзьями были. Нашли дом, позвонили. Открывает Серега. Бросились обниматься. Стол замутили. Сидим, выпиваем. Сергей женился, оказывается, уже. От свет глаз вернулся прежний. В общем, жив-здоров. Конечно же, всем интересно, что произошло. Вот и спросили. Далее повествую от имени Сергея. Заступили мы в караул. Все как обычно, тихо, спокойно. Подошел час обхода периметра. Садилось солнце, но все же видимость была хорошая. Проходили уже под дальним фонарем. Вдруг он потух, и мы почему-то с длинным одновременно посмотрели в сторону поселка. В лучах заката отчетливо увидели, как в двухэтажках в окнах стоят силуэты людей. И мы почувствовали, что каждый из них смотрит на нас. Бросились бежать оттуда. Прибежали на пост и рассказали сержанту. Тот лишь улыбнулся и сказал. Да стекла облигуют на окнах. Вот вам и показалось. Мы успокоились и легли спать. Ночь у меня будет, теребя рукой. Открываю глаза и вижу, стоит солдат в песчанке. Это такая желтая форма военных сороковых годов. Хватаюсь за АКМ, навожу на него. А он мне говорит спокойно. Не спи, я тоже спал. Разворачивается и уходит. И тут я вижу у него в спине нож. Кричу подъем. Все просыпаются, но никого уже нет. Рассказываю им историю. Все смеются, кроме длинного. Сержант говорит, ну ты и псих, и выходит покурить. Тут же Муни вбегает и кричит караул в ружье. Кучей вывалились на улицу. Заняли позиции и лишь тогда увидели, как во мраке по склону к нам быстро приближаются белые люди. Именно белые, при том ясновидимые в ночи. Человек тридцать. Открываем огонь и понимаем, что мы не поражаем ни одной цели. Присмотревшись, я увидел, что они не бегут, а как бы скользят. Так как даже папоротник под одним из них не шелохнулся. Приходит понимание, что это не люди. В страхе я забегаю в блокпост и закрываюсь. Слышу, как мои сослуживцы просят, чтобы открыл. Но я не могу. Я парализован страхом. Слышу их крики, вопли, стрельбу. Все мигом стихает, и я начинаю слышать непонятные звуки. Будто кто-то мечется вокруг блокпоста и ищет вход. Тишина на секунду. И вдруг оглушительный удар в железную дверь. Удары происходят все быстрее и быстрее. Вскоре грохот стихает. Проходит минут десять. Я, собравшись с духом, выглядываю в прямоугольное пуле непробиваемое окно. И взгляд мой почти впритык встречается с глазами Длинного. Его кровавленное лицо просит меня открыть. Трясущими губами я отвечаю «нет». И тут он издает вопль. Да такой дикий и полный ненависти. Да так сильно, что аж страх сжал мое сердце. Штурм двери начался снова. Я падаю на стул, нажимаю тревожную кнопку. Включаю рацию, достаю пистолет и все. Дальше я не помню ничего. И лишь потом уже в лазарете я узнаю, что это не единственный случай. Были и другие. Врачи сказали мне, что аббревиатура КЛБ означает «кладбище». И что там в сороковых годах Чечи вырезали весь поселок. Притом спасти их могли, но посчитали незначительной потерей. Вот вам и история про эту пограничную часть. Все рассказано со слов моего друга, который лишь один раз мне ее рассказал. И с тем лицом, которое было у него при этом. Я не думаю, что он врал. Лицо из зеркального коридора Наташи было 28 лет, а Марине 30. Обе считали, что в личной жизни им не везет, словно их прокляли. Обе работали в скучных конторах секретаршами. Обе мечтали удачно выйти замуж и променять офис как минимум на пеленки и борщи. А еще лучше на Дольче Вита за счет прекрасного принца, который будет каждую ночь практически путем доказывать им, что точка G все-таки существует. А каждое утро уходить на работу на прощание бросив. Дорогая, деньги в тумбочке, купи себе что-нибудь красивое. Однако вместо принцев обеим попадались, прости господи, мудаки какие-то, кто жаден, а кто пьяница, а кто и вовсе ночами напролет ставит пятерки с плюсом нефетком на сайте одноклассники. Однажды в сочельник Наташа предложила устроить ночь гаданий. Марина засомневалась. Она носила на шее золотой православный крестик и точно знала, что церковь почитает видовство за грех. А грешить впустую ей не хотелось. С другой стороны, Марина принадлежность православной традиции выражалась главным образом в том, что каждую Пасху она с удовольствием красила яйца луковой шелухой, а великий пост меняла пельмени с мясом на пельмени с соевым мясом. Грешила же она постоянно и со вкусом, и скверно словила. Правда, ей хотелось верить, что у нее получается произносить слово Х с очаровательной богемной непринужденностью и упоминала имя Бога в Суи. Ах, боже мой, какие туфельки! Завидовала замужним приятельницам. Что может делать этот роскошный мужик рядом с такой овцой? А каждую субботнюю ночь испытывала необъяснимый, но такой по-человечески понятный порыв возлюбить кого-нибудь ближнего, то на заднем сидении его авто, то в отеле, если ближний был женат, то и вовсе в сортире ночного бара, куда они с Наташей часто выбирались. Это называлось у них хоть немного расслабиться. В общем, Марина согласилась. Наташа приготовила все, что, как казалось, ей самой нужно для гадания. Красное вино, несколько коробок с замороженными пиццами, блок ментоловых сигарет, а также карты, свечи, зеркала и на всякий случай старые стоптанные тапочки, которые можно бросить за ворота, подражая девицам из далекого прошлого. По меркам которых, обе и Наташа, и Марина давно были безнадежными старухами. Сначала, как водится, выпили, обсудили всех общих знакомых, посетовали на то, что эпиляция в салоне напротив опять подорожала на 200 рублей, и что единственный приличный мужик из Наташиной конторы женился на прошлой неделе, и что в Москве не водят соклоны Джейсона Стетхэма, и что почти 30 это с одной стороны не возраст, а с другой начинают хрустеть суставы и сидеть виски. Гаданию приступили, когда обе были уже на веселе, в картах сразу запутались, зато в кофейной гуще, которую вытряхнула на блюдечко Марина, явственно прорисовались очертания фалоса, а он большой, обрадовалась та, ну да, умещается на блюдечке, фыркнула Наташа. А когда Наташа выплеснула воск в тазик с прохладной водой, получилась восковая туфелька, может быть это значит, что я выйду замуж за итальянца, а может быть это значит, что в гололед ты сломаешь каблук. Потеряв интерес к воску, девицы решили попробовать увидеть судьбу в зеркальном коридоре. Идея была Наташина, Марина же сначала сопротивлялась. Мне бабушка в детстве говорила, что нельзя долго смотреть зеркальный коридор, увидишь за спиной мертвяка, который позовет тебя за собою. Наташа решила гадать первой. Она закрылась в комнате и велела подруге ни под каким предлогом не входить, пока она сама не позовет. Марина налила себе зеленого чаю и открыла какой-то дурацкий журнал. Прочитала статью о том, что массивные серьги с массивными бусами – это пошлость, окрасить ногти на руках и ногах одним цветом прошлый век. Наташи все не было. Марина разогрела кусочек пиццы, выпила еще чаю, потом вина. А потом, после второй бутылки сухого красного, с ней часто такое случалось. Написала смс всем своим эксам. Я совсем не соскучилась. А ты? Какой-то из них обозначенный в записной книжке ее телефона, как «Не брать трубку 9», даже ответил я тоже. У Марины было 18 мужчин, которых она последовательно переименовала в «Не брать трубку» и уже успела забыть, кому какой номер присвоила. Наташа все не появлялась. Небо начало светлеть. Марина раздраженно посмотрела на часы. «Может быть, она с пьяной уснула, а я тут как идиотка жду». Она решительно покинула кухню и, остановившись перед дверью, Наташиной спальни постучала. Сначала осторожно, а потом все более настойчиво. И только потом решилась распахнуть дверь. Позже Марина ругала себя за то, что была такой легкомысленной. Надо было позвонить в милицию, скорую, соседям, любому из списка не брать трубку, только чтобы не видеть того, что она увидела, зайдя в спальню подруги. Наташа лежала на спине, раскинув руки, и лицо ее было перекошено гримасой такого первобытного ужаса, что у Марины встали дыбом мелкие волоски вдоль позвоночника. В комнате было холодно, пахло растопленным воском. Рядом с мертвой девушкой лежало разбитое зеркало. Марина закричала. Приехавшие позже врачи покачают головой. «Нет, ничего сделать было нельзя». Оторвался тромб. Все равно Наташу не успели бы спасти. Гример из морга отказался работать с Наташиным лицом, и хоронили ее в закрытом гробу. Жуткое предупреждение Случилось это более 30 лет назад. Было мне лет 9-10, сестре моей 5-6. Получил наш папа новую огромную трехкомнатную квартиру на девятом этаже. Переехали, пообжились, пообыклись. Обставили квартиру, и тут началось. Буквально все стали слышать в этой огромной квартире непонятные, не характерны для такого жилища звуки. То металлические крышки кастрюль на кухне гремят, то дверь шкафа сама по себе хлопает, хотя я ее специально с трудом открывала. То в моей комнате в темноте рядом с диваном, на котором я спала, неожиданно начинает громко шуршать пакет с моими нотами. Причем не так шуршать, как будто просто оседает, а так, как будто там кто-то большой и живой возится. То струны фортепиано вдруг внутри дребезжать начинают, как будто по ним пальцем проводят. Однажды к нам приехала ночевать двоюродная сестра. Мы и диванчик в моей комнате уступили, а я ушла в гостиную спать к родной сестре. Когда все улеглись и все стихло, то раздалось очень сильное шуршание. Это было слышно даже при двух закрытых дверях через всю квартиру. Через десять секунд принеслась двоюродная сестра с выпученными глазами и сказала, что возле дивана в пакете кто-то возится и вздыхает. Кстати, я потом к этим звукам уже спокойно относилась и говорила, что это просто домовой. Или однажды, всего один раз я открыла глаза и увидела, что темнота в комнате не серая, как обычная синяя. Я довольно резко повернула голову к закрытой двери и увидела старика, собирающегося выйти в закрытую дверь. Он был весь синий, лицо, волосы, борода и синий кремпленовый старомодный костюм. Даже не знаю, почему я тогда подумала, что он кремпленовый. Или вот еще, лежу ночью, а по мне кто-то крупный типа разбесившейся кошки проносится поверх моего одеяла, хотя никаких животных у нас не было в квартире. Но это все предисловие к основной истории, хотя и без него никак. Одним декабрьским днем наш папа уехал к своим родственникам в деревню. Он должен был вернуться через день. В ту ночь нас мама взяла спать с сестрой свою комнату в двуспальную кровать. Думаю, может она слышала или видела что-то пугающее. Было раннее утро. За окном была зимняя предрассветная чернота. Радио включилось и проиграло гимн Советского Союза. Мама встала и выключила радио. Все проснулись, ведь надо было собираться в школу, детский сад и на работу. Но пока мы оставались в теплой постели, и вдруг среди наступившей тишины все разом услышали нечто такое, чего у нас просто сердце остановилось на миг. Больше всего меня испугало выражение ужаса на лице мамы. И с самой дальней комнаты вдруг послышался нарастающий и ускоряющийся топот. Причем я сказала бы, что он принадлежал человеку в подкованных кирзовых сапогах. Вдруг дверь в той комнате резко с грохотом отлетела, как будто ее пнули ногой, и ударилась в стену. Из гостиной продолжался приближающийся страшный топот сапог. Он пронесся через весь коридор к моей комнате, которая была рядом с родительской спальней. Вдруг дверь в мою комнату содрогнулась от грохота, как будто ее тоже пинком выбили. К слову сказать, я ее с огромным трудом сама открывала, навалившись всем телом. И дальше эти шаги загрохотали в моей комнате. Тихая истерика сестры, ужас на лице моей мамы и свой собственный страх, сыграли со мной странную шутку. У меня выключился инстинкт самосохранения. В ночнушке я выпрыгнула из постели, схватила свой металлический крутящийся стул от фортепиано, как пушинку, и вылетела с ним из комнаты прямо в свою. В ту минуту, даже секунду, я понимала, что только я одна могу защитить родных. Это сейчас мне, взрослой тете, скажи, что будет такая ситуация, я бы забилась под одеяло и замерла от ужаса. На три секунды я еще застала те шаги в углу своей комнаты, но, включив резко свет, ничего не увидела. Да и сомнений не было, что эти шаги принадлежали не человеку. Потом в комнату залетела мама. Что было дальше, я смутно помню. Психика затерла эти воспоминания. Как мы ушли из дому, как провели день, и кому я рассказывала, не помню. Помню, что с тревогой весь день думала, что с папой что-то случилось. Потом он приехал, как ни в чем не бывало. Я уж и не знаю, как и когда ему об этом мама рассказала. Вроде все ульглось после этого случая. Только через несколько дней, ночью экстренно увезли младшую сестренку в больницу с острым аппеницитом. Думаю, это домовой так негуманно нас предупреждал о несчастье. Думаю, это домовой так негуманно нас предупреждал о несчастье.